В эфире радиостанциях Москвы, телеканал РТВ и программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня Дмитрий Муратов, издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты». Приветствую вас. Добрый вечер. Вы слышали забавную такую песенку от Семёна Слепакова, приуроченную. Слышал. И ответ слышал. Ответ. Чей ответ? Рамзана Ахмадовича Кадырова о том, что его слово «камень», а не «сыр». И он обращается к Слепакову как к брату, поскольку ты тоже с Кавказа и понимаешь, о чём речь. Я не в рифму. А как ты в рифму написал? А вы слышали ответ министра в правительстве Кадырова Джамбулат Умаров? Рассказал, что привычные слова, что можно было бы уже извиниться. Слушайте, давайте я перед Умаровым, у которого, по-моему, другой функции, кроме как показывать... Заранее извиниться. Я заранее за всех, кто когда-либо обидит Кадырова. Я просто заранее за всех извиняюсь. И теперь бедный Умаров канет безвестности. О другой его деятельности мне неизвестно, а вот требовать извинений, видимо... Понимаете, получается. Это да. Это такой менеджмент государственной службы новой. А это грустная, грустная... Это веселая история. Нет, подождите. Это история за биваки. Подождите. Это интересно. Интересный сейчас ход мысли. А грустная же история, когда Рамзаном Кадыровым пугают уже не детей, уже даже взрослых футболистов. Ну, послушайте. Мне кажется, что Рамзану Ахматовичу это стало нравиться. Знаете, ведь сначала пугали Путиным. Вот Андрей Колесников когда-то в «Коммерсанте» выстроил такую историю, что Путин такой грубый, немножко такой пацанский, немножко такой из питерского двора. И этот образ стал тиражироваться. Потом появились анекдоты. А что будут овощи? Помните этот анекдот? Овощи тоже будут мясо. Про близких подчиненных. И вот эти все анекдоты, мне казалось, они стали нравиться владельцу государства. А сейчас это нравится владельцу Чечни, что вот он такой грозный. Он в инстаграме. Его упрекают. Он может ответить. Его чиновники тупо. Вот как его фамилия? Ну, вот министр печати у них. Откуда? Зачем у нас министр печати в Чечне? Да, ну ладно, это я уже не знаю. Это большая проблема. Министр печати в Чечне. А он вместо вот такой кондовости служебной, выслуживающейся кондовости, а он вместо этого отвечает, отвечает слепаковой стихами. Вот так вот. А, так на контрастах играет. Конечно, конечно, Кадыров поймал хайп на том, что он такой грозный, ужасный, но он пехотинец Путина. И один раз он поймал хайп по-настоящему, серьезный. И вот здесь я его приветствую. Просто всячески приветствую. Это когда он из Сирии вызволил ряд женщин и детей, которые туда поехали по обманке за мужьями, попали в запрещенную организацию ДАИШ и ГИЛ, и он сумел все это дело организовать. С другой стороны, у меня есть свои серьезные претензии. Я понимаю, это выбор чеченского народа. И ради бога, и пускай чеченский народ благополучно живет со своим руководителем. Но нужно уважать и права других людей, и то, что написано в российских законных уложениях. Ну, например, я вам хотел рассказать сегодня историю. Когда Аюва Титиева, руководителя мемориала чеченского, привели на опознание, что якобы именно у него обнаружил вот этот конкретный человек, видел у него 260. По-моему, там, или 211, не помню сейчас точно, грамм вот этой соломки. Его привели в камеру, рядом с ним поставили, в кабинет следователя, рядом с ним поставили еще двух людей, одели всех в одинаковые майки. Но тут адвокат Петя Заикин говорит, товарищ следователь, про ботиночки-то не забудь. А он был в сланцах тюремных из камеры. А, видно, опознать его должны были именно посланцам. И пришлось переобувать его в ботинке. И его не опознали. Вошел такой подкумаренный несколько человек, говорит, не могу никого узнать, потому что он не знает, на кого показать. Все в ботинках. А познавательный знак исчез. На следующий день появилось чудо. Неловко получилось. Неловко получилось, но через день случилось чудо. Следователь по этому делу, который проводил опознание, он сказал, что это он ошибся, выгораживая Аюба Титиева. И он кается и приносит извинения. Этого вопроса всем, всем, всем. И он совершил гигантскую ошибку. Нужно провести еще одно опознание. Надо признать, что опознание всегда совершается как следственное действие только один раз. Оно не может быть дважды, трижды, пятилижды. Вот это тоже к вопросу о стиле и изменениях. О том, что кто-то чувствует себя полным, полным абсолютно хозяевом. Я думаю, что история с Титиевым долго-долго будет оуккаться. Слово про достижение правления Рамзана Кадырова. Одно вы назвали. А есть ли еще какие-то заслуги? Слушайте, у меня есть проблема, связанная с отношением к руководителю Чечни. Я уверен, что в Чечне, где мышь не проскочит, птица не пролетит без разрешения Адама Демиханова, Даудова, он же лорд, Рамзана Ахмадовича Кадырова, долгие годы в своем родовом селе жил непосредственно исполнитель убийства по найму Анна Степана Политковской. А кроме того, ему в Чечне выдали загранпаспорт, хотя он находился как во внутреннем нашем российском розыске, так и международном. У меня возникают вопросы. У вас ведь тоже возникают вопросы. И у меня на эти вопросы нет ответа. То же самое, когда есть человек, совершивший убийство по найму Бориса Ефимовича Немцова, а непосредственно подчиненный Кадырова, руководитель батальона господин Геремеев исчезает, и его не могут допросить. И, как пишет нам Следственный комитет, мы постучали с двери, нам никто не открыл, и мы ушли. Но это я навсегда запомню. Это же потрясающе абсолютно. У меня есть вопросы. А почему нельзя было допросить господина Геремеева? И почему всей мощи наших силовых структур, которые прекрасным образом винтят 17-летних девочек в этом самом, как это, новое величие, которое сделает, кидают их камеры, сами же завербовав, сами же расставляем задания. Десять человек, создав чуть ли не молодую гвардию Краснодона, создали оперативники Центра Эда. Или когда они бесстрашно хватают женщины, которую по их же просьбе сшила забиваку этого символа чемпионата мира в Казани. Губадуллин, следователь, и себе сшил же папочку. Папочку забрал, а за забивак посадил. Понимаете? Вот они же здесь-то, они бесстрашны, наши силовики, а там они постучались, а они не открыли. Леш, не открыли. Пришлось уехать. Вот у меня есть вопросы к Кадырову. С другой стороны, я недавно был в Грозном. На том же суде. Вы потите его. Я помню Грозные разрухи. Я помню Грозные, как мы с оператором прекрасным с Сашей Жуковским, с Мишей Маркевым, с Андреем Калицем, с Леоней Никитинским, с Ковалевым уходили, убегали из-под обстрела через мост Минутки. Я не узнал тех мест. Я потом только сориентировался, как-то геолокацию свою определил. Да, вот бывшее здание этого самого обкома чеченского, так называемого Дудаевского дворца. Вот это, вот собственно говоря, Сунжа, а вот же мост. К площади Минутка. Конечно, Грозный стал совсем другим городом. Даже аэропорт, который был весь разбит, не узнать. Это ему многие ставят заслуга. Но у меня есть те вопросы, которые я задал. И я не смогу отделаться от этих вопросов при любых достижениях Рамзана Ахматовича Кадырова. Рамзан Ахматович несменяемый, да, получается? Ну, в смысле, может ли кто-то занять должность главы Чечни, кто-то может занять должность главы Чечни. Но Рамзан Ахматович все равно несменяемый. Он не согласен на место. Вы поймите. Я не думал, что мы будем сегодня говорить про Чечню и про Кадырова. Ну, раз пошло. Вы поймите. Моя точка зрения такова. Кадыров вообще не считает себя главой небольшого глубоко дотационного региона. Не считай. Нет. Он считает себя командующим передового отряда российской армии. Который готов пойти с войсками в Грузию осенью 2008 года. Который готов быть в авангарде битвы в горах с шайтанами. Который готов войти и входит чеченца на восток Украины в Луганскую и Донецкую области. Который отправляет отлично подготовленную армию. У него целая армия. 25 тысяч человек. Из которых больше нескольких тысяч. Не буду сейчас точен цифрой. Я не готовился к этому вопросу. Это хорошо подготовленный спецназ. Людей, обладающих отличным боевым опытом. Которую готовит один из ведущих инструкторов группы Альфа. Мартынов по моему фамилии. Чтоб не ошибиться. И он считает себя главнокомандующим вот такой вот армии. Заместителем. Он в своей армии главнокомандующий. И заместителем Путина по вооруженным силам своеобразным. Вот кто он. Небольшой перерыв сделаем. Дмитрий Муратов сегодня в нашей студии. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Наши эфиры продолжаются. Дмитрий Муратов сегодня гость нашей студии про футбол. Планируете ли вы следить? Вообще рады ли вы тому, что у нас вот такая уже суета прям чувствуется? В Москве, например. Я прочитал вчера в журнале «Шпигель» интервью моего друга Юрия Юлиановича Шевчука. И ночью мы с ним долго про это говорили. Шевчук, как обычно, хохочет и говорит немецким журналистам. Ребята, да не бойтесь вы сюда приезжать. Углы еще темнее, чем у нас. Есть у вас во всех ваших странах. Люди у нас хорошие и добросердечные. И я с ним абсолютно в этом согласен. Все вот эти устаревшие, архаичные представления цифровой эпохи про этих медведей и самоваров, про которые сейчас все интервью повсюду идут, это, конечно, уже, это просто уже без скусти, даже неинтересно. Не смешно. Вот совсем. Вот понимаете, поэтому Шевчук прав, когда говорит, что не надо бояться нашего народа. Вот просто не надо, и все это правда. Вот я там по всей стране езжу, вы тоже, и можем сказать, что это прекрасные люди. И не надо этого бояться. Не демонизируйте Россию. Хватит. С другой стороны. Ну, смотрите, вот в одном из парков мы сейчас этим занимаемся. А я сейчас выясняю, что и не в одном, и во многих. На месяц проведения чемпионата уволили всех водителей таджиков. Ну, типа, вот мы хотим показать, что у нас вот мигранты не работают, а у нас вот такая вот белая столица. Это нафига. Это что, мы не знаем, что ли, кто у нас ездит в такси в Яндексе, да? По приложению Яндекса? Да, отлично, мы все знаем. Кому мы пускаем пуль в глаза? Потом, все время я вспоминаю... Нет, слушайте, я могу попытаться объяснить логику. Ой, логику власти вы... Да, да. Да, слушайте, это интересно. Ребята, смотри. Внимание, я всем предлагаю послушать. Приезжают европейцы из своих толерантных стран, где засилили мигрантов, смотрят на Россию здесь, как у нас в общественном транспорте, в такси. Русские, настоящие русские водят, сидят за баранкой, хотя это на самом деле редкая картина. Путин водит камаз, русские водят так съездить в гости, отдыхать. Это прекрасный маркетинговый ход. Тогда ответьте мне... У меня получилось? Нет, 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 стоп. Теперь уж вопросы я задаю. Теперь ответьте мне на вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему в 4-8 раз подняли цены на гостиницы? Почему газировка стала вдруг стоить в три раза дороже? Почему тариф на такси взвинчен повсюду? Теперь всюду стоит полтора, два. Видели, стоит, когда вызываешь такси-то по тому же... Почему безумные абсолютно цены на сдачу квартир... Это тоже маркетинговый ход? Это рынок. За такси вы к нам приезжайте, а за всем остальным лучше оставайтесь все дома. Правильно, Русман? Нет, ну это рыночное условие. Слушайте, вот играли в футбол в Киеве недавно. Тоже рассказывал Гонопольский. Мы вообще взвинтили цены. Так все делают. Я хочу вам сказать, что у нас вообще-то люди, мне кажется, пошире, чем то, как сейчас их увидят вот в этой ценовой политике. Я хотел рассказать вам, напомнить коротенькую историю, когда было извержение этого знаменитого вулкана, имя которого исландского я не произнесу. Я взялаю Кудль. Кудль. Кончается на Кудль. Это немного, что я знаю. На Кудль. Многие самолеты из-за задымления и вот этой золы в небе, они приземлились в маленьком аэропорту Гандер. Десятки самолетов. Там действительно когда-то и наши илы, когда летели в Нью-Йорк, приземлялись на обратном пути, на дозаправку какую-то. И вот жители этого Гандера вынесли все, что у них были. Поселили всех этих пассажиров, которые там жили, свои дома. Они пекли для них еду. Этот Гандер стал легендарным городом для огромного количества мировых стран. Вот это и свои доброжелательности. Честно говоря, мне кажется, нельзя вести себя москвичам, так как ведут себя быдловатые жители курортных городов. Плохи, скажут про них многие наши соотечественники, которые решили заработать сейчас на чемпионате. Короче говоря, так. Я за лохов. Это была бы прекрасная фигурка, талисман. Вместе с Добивакой. Почему-то угрюмость, угрюмая, недерзостная такая сморщенность. Вот это мне совсем не нравится, потому что я знаю, что у нас люди иные. И стоматология уже позволяет улыбаться. Спрашивает вас Алиса Чеширская, напомнил Дмитрий Муратов. Чеширская. Какая прекрасная. Конечно. Какая прекрасная обрывка у вас. Проинструктировало ли руководство «Новой газеты» своих сотрудников и сотрудниц, «Как вести себя с иностранными фанатами в избежание нежелательных связей?» Это же по мотивам заявления депутата Плетневой. Вести себя весело, доброжелательно, показывать дорогу, всячески помогать. У нас на улицах работают очень многие наши ребята, очень много нашей молодежи, которые будут вместе с волонтерами стараться адаптировать людей к нашему абсолютно замечательному городу. Кстати, МВД решило тоже помочь туристам чувствовать себя комфортно в России на время чемпионата и ввело, по некоторым данным, бан на распространение отрицательных новостей. Чего? На распространение отрицательных новостей. Только позитивно. Мы проводим какие-то учения, Клокольцев съездил туда-то, поздравил того-то. Никакого криминала. Хороший университет. Вы должны оценить. Вы слышите, помните, были же раньше предложения даже в Госдуме. По-моему, Жириновский говорил. Только позитивные новости. А можно не комментировать Жириновского вообще? Нет, 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 забудем. Нет, все, я прошу, единственное, вот мой бан. Хорошо. Я вас прошу. У нас в газете, кстати говоря, не упоминается даже фамилия. Ну, невозможно. Я даже не скажу, чья фамилия у нас не упоминает. Запрет на отрицательные новости от МВД. В век, не знаю, цифровых технологий, когда везде у всех разные есть источники. Все оставляет в нашем мире теперь цифровой след. Все оставляет цифровую метку. Ты никуда не денешься от того, что произошло. Значит, у Анатолия Абрамовича Аграновского в начале 70-х годов был прекрасный очерк. А он славился своей первой, вот этой великой первой фразой. Ну, например, это возвращаясь к чемпионату мира и образу наших людей. У него была фраза, если бы Гамлет был русским, вместо быть или не быть, он сказал бы была, а не была. А фраза, о которой я хотел напомнить вам, начинает он в свою очередь. Как директор роддома написал на заявление. Роды разрешаю. А если бы не разрешил? Вот это к вопросу о том, можно ли банить новости или нельзя. Можно ли банить телеграмм или нельзя. Ну, запретите роды. Как? Этого все же понятно. Тем более. Посмотрите. Все мы следили за ситуацией. Мы много про это писали. И сделали с ним очень серьезное интервью. Игорь Гордиенко. Я имею в виду Александр Шестуна. Руководитель Сверпуховского района. У которого сегодня... Московская область. Серьезные проблемы. И так, что должны тогда сегодня забанить? К Шестуну. Человеку очень непростому. Человеку, который несколько лет назад боролся с казино, которое крышевала Московская областная прокуратура в лице первого заместителя Игнатенко и сына Артема Чайка, на которого Игнатенко все время ссылался. Человек, который тогда весь ходил обвешанной специальной аппаратурой, записывая разговоры о взятках. У которого посадили заместительницу с подложной провокацией, и которому сейчас предлагают покинуть пост, поскольку он не нравится Воробьеву на губернатору области. А он выложил записи. Он выложил записи, когда ему начальник управления, нынешний начальник управления Каев Иванович Ткачев говорит, слушай... Управленник Каев ФСБ. Да. Это который ФСБ. Это не который техническая служба МВД, а который банковский финансовый сектор. «Надо тебе уйти, надо спокойно это сделать, без всяких проблем». А этот отказывается. А его приводят к руководству управления внутренней политики Ярину, администрации. И ему тоже самое говорят. Получается такая опять гибридная ситуация. На кадровую политику вместо выборов начинает влиять высокопоставленный, очень авторитетный... Ткачев – очень авторитетный человек. Авторитетные сотрудники ФСБ. Шестун выкладывает все эти записи. Он не хочет, чтобы поставили Подольского, как ему объясняет заместитель губернатора Московской области Кузнецов, что дай поставить Подольским своего. Кто такие Подольские? Надо рассказывать? Не надо? Напомните. Это, так называют, определенную группу очень влиятельных предпринимателей, которые контролируют большую недвижимость и огромное количество латифундий в Московской области. Он нашему корреспонденту Гордиенко Шестун еще до своего естественного ареста говорит, «Я все это обнародую вот сейчас, потому что понимаю, что мне грозит смертельная опасность». И он оказывается прав. Честно говоря, никто же не верил, что вот так вот придут после того, что он... Он же что еще сделал? Он что еще сделал? Он все эти записи, которые обнародованы, он до этого им послал. Никакого страха у них перед оглаской, перед народом и перед общественным мнением нет. У нас сегодня 40 человек арестовали. 40 человек его брали. Вызывает у вас сочувствие? У меня вызывает сочувствие человек, предыдущая деятельность которого сомнительно. Он очень непростой сам, крученный, перекрученный человек. Сам Шестун. Но когда его чисто бандюганскими методами 90-х... Чувак, тебе жить. Чувак, ты нам нужен красивый, здоровый. А если ты не хочешь быть красивым и здоровым, то у тебя будут проблемы. Вот я категорически против этих методов и всегда за тех, кто этим методам противостоит. Вот смотрите, второй раз у нас немного времени на перерыв. Второй раз попытаюсь прикинуться адвокатом властей. Да, давайте. Шестуну... Лицемертия, лицемертия. Шестуну по-хорошему предложили уйти. Шестун не согласился. Еще вот это вот все стало раздавать историю. Вот следствие. А, вот я и спрашиваю вас. Шестун не вчера родился. Он знает, как все устроено. Он работал во власти. Он знает, какие есть принципы. Вот и вопрос. Он говорит, за что боролись, на той не поролись. Выберут меня, хорошо. Не выберут меня, уйду. Нет, ему предлагают силовики, угрожая тюрьмой. А чем у нас угрожает, собственно говоря? Леша, чем у нас угрожает? Весь менеджмент, основной менеджмент, это неволя и пытки. Неволя и пытки. Два столпа кадровой и государственной политики. Это, как это так? Предприниматели пшеничного говорят, что это самоубийство, а у него 19 колотых ранений и следы от нагревателя, кипятильника от воды во рту. А еще в разных местах еще разные вещи, про которых не буду говорить, поскольку у нас тут и дети слушают. Это что такое? СИЗО номер 7. Омска. Пытки такие, которые не снились вообще нигде и никому. О чем говорят, свидетельствуют и есть медицинские показания. У нас об этом пишет Масю. Вербовка несчастных 17-летних детей под контролем спецслужб и их посадка в тюрьму. Для чего? Чтобы сделали дырочки. Мне не нравится, когда специальные службы стали целиком курировать политическую жизнь страны. Мне не нравится, когда это делается методами тайной полиции. Вот в чем дело. И все это называется сопровождение уголовных дел. Мне кажется, что надо быть скромнее, товарищи. Дмитрий Муратов сегодня в нашей студии. Мы вернемся после Муратов, председателя редакционного совета «Новой газеты» и издателя «Новой газеты». Сегодня со своим особым мнением в эфире «Радиостанциях Москвы» и телеканала «Артфай» про чекистов. Мы с вами хотели договорить на примере истории с Шестуном. Вот я хочу договорить. Понимаете, у спецслужб есть большие успехи в борьбе с терроризмом. В борьбе... А вы уверены? Слушайте, количество заявлений о предотвращенных терроризмах превышает 5000. Количество дел, доведенных до суда, менее 150. Я не знаю, в чем здесь успех. В этих гигантском количестве заявлений или в том, что все-таки попало в суд. Но поэтому, поскольку... Все потому, что попало в суд, тоже вопрос. Надо признать, что мы стали в смысле терроризм, в смысле разнузданного поведения этнических группировок, мы стали жить спокойнее. Это просто надо признать, отдать должное людям, которые работают, жизнью рискуют. Но когда специальные службы начинают контролировать гражданскую и общественную жизнь страны, меня это настораживает. Меня настораживает массовые репрессии, меня настораживает эти посадки за репосты. Меня настораживает сопровождение чекистами дела по седьмой студии, дела предпринимателей, таких как Магомедов. Мне вообще кажется, что хватит биться со своим народом. Давайте уже надо биться за него. Вот в каждом банке, у нас в каждом банке, Леша, сидят прикрепленные полковники-чекисты. Не знал. Да, да, в каждом банке, а в крупном банке непременно называется аппарат прикомандированных сотрудников. Да вы что? В каждом банке. А выведены были из страны триллионы. Триллионы. Скажите, пожалуйста, а куда они смотрели, когда Биджамов из своего банка вывел миллиарды? Когда Бугачев вывел миллиарды? Где триллионы? Не-не-не, там же все время это было. Это институт, постоянно работающий. Что вы? Ну, не доглядели. Слушайте. И на старуху бывает проруха. Тогда непонятно, где посадки среди тех, кто не доглядел. А? Может, мы о них не знаем. Да. Может, это в рамках вот этого вот не рассказывать плохой информации. Дальше вот это действие чужими руками. Действие руками полиции. Действие руками миграционной службы. Действие руками казаков. Ну, слушайте. Ну, было избиение. Были люди с кастетами. С специальными тактическими перчатками дробящего действия. Да? Обещали разобраться. Где казаки? Опять гибридность. Вот это... Они хотят страну превратить в гибриданутую страну. Где, как бы, все всегда ни при чем. Но закон нарушается постоянно, как бы в интересах дела. Когда-то великая Лидия Чековская спорила с Михаилом Шолоховым. Я прочитал это недавно в гениальной книжке мемуаров Генри Марка Черезника. Она им говорила. Вы за революционное правосознание, чтобы посадили Даниэля Исинявского. А вы должны руководствоваться законом. Я начал спрашивать вот эту странную гибридность. Откуда она родом? Позвонил своему близкому другу и товарищу. Новая газета издала его великолепную книгу «Лабиринт преображения» о Соловках. Юрию Аркадьевичу Бродскому. Вы наверняка его знаете. Величайший исследователь Соловков. Он мне говорит, что на Соловках, когда прибывали баржи, этапы привозили, сразу же вытаскали бывших чекистов, уголовников, бывших полицейских, бывших чиновников. Они составили девятую роту. Там же были еще и монахи, между прочим, которым выдавали оружие, которых допускали к женщинам, к продуктам, которые могли ходить расконвоированными. И они им участвовали во всех избиениях, во всех шалорецких пытках. И они участвовали в расстрелах, в расстрелах на Секирке. Участвовали те самые люди, не своими руками, нет-нет-нет, это вот руками вот этого гибридного войска. Участвовали в расстрелах на Секирке под руководством коменданта Успенского. Начальник клуба, радист, врач, обслуга лагерная. Всех надо замазать. Их руками надо было все это делать. Художник-свешник, который там сидел, создал потрясающий символ. Он к нашему времени очень подходит. Он нарисовал этих людей, смешав человеческие фигуры с крысиными лицами. Вот у нас вне закона действует группировка Вагнера. Надеюсь, что в интересах страны. Но закона о них нет. У нас эти казаки начинают применять насилие в отношении москвичей в центре города. Никто не знает, кто они и откуда взялись. А вооруженные люди плетут, кстати говоря, холодное оружие по ГУСТу. Я уж не говорю про костюм. Но, кстати, согласитесь, что, например, с казаками, о которых мы узнали, а об их возможностях месяц назад с лишним, во-первых, подзабыли. А я-то вот помню. И я помню. И точно не в масштабах страны всех это беспокоит. А, это хорошее. Вот это очень точно все. Вот посмотрите. Я вам тогда скажу. Вот не хотел говорить, но скажу. Но мы с вами помним. А вы знаете, смотрите. Вот опрос Левада-центра, удачно интерпретированный в московском фресомольце моим любимым экономистом Игорем Николаевым. Что он пишет? 5% нашего населения беспокоят проблемы со свободой слова. 7% беспокоят, или 8% там, произвол чиновников. 9% беспокоят суды, в которых нельзя добиться правосудия. Значит, сколько человек беспокоит нарушение гражданских прав и свобод? Ну, то есть, вот в таких вот пределах. 5, 7, 9%. Но 63% беспокоят нищета. А 47% повышение роста цен. У нас люди до сих пор не связывают свободу слова, базовое понятие гражданского общества с тем, что именно поэтому нищета, именно поэтому рост цен. Когда-то мне Евринский рассказал, что в одном племени женщины не понимали связи между половым актом и беременностью. Вот приблизительно так до сих пор происходит у нас в обществе. Связи между свободой слова, свободным выбором, сменением власти и тем, что есть нищета, и тем, что есть повышение цен, и тем, что есть неправосудие. До сих пор связать не могут. Ну, что делать? Потому что во многом виноваты так называемые демократы 90-х, которые оказались богаче, чем те люди, которые за них голосовали. Они предали своих избирателей, став приватизационной элитой. А с другой стороны, конечно, государственная пропаганда, она так влияет и мочит мозги, что если во время 80-х, в начале 90-х годов говорили, народу нужна правда. Когда вы в последний раз слышали от кого-то из государственных деятелей, что народу нужна правда. Да нахер мне нужна правда. Вера нужна. А еще хитрость нужна. А еще, когда мы говорим, что это не мы, это не мы. Все это не мы. Все делается в интересное государство. Мы же хитро щуримся, когда говорим, что это не мы. В этом же есть гордость, в этом есть доблесть, в этом задорность такая вот у нас существует. Понимаете? И людям понравилось, что вера лучше правды, а правда, может, она и не нужна, потому что правда, по мнению нашей власти, государство разрушает. Дмитрий Муратов в нашем эфире про, я так назвал, шестуна, шестумера, наивным человеком. Вот Олег Жестенцов тоже наивный человек. 31-й день у него голодовка? Да, 31-й день. Значит, мне крайне тяжело жить в моем любимом городе, в моей любимой стране, когда каждую секунду я понимаю, что может умереть этот человек. Человек, который не признает себя гражданином нашей страны, но мы считаем, что он автоматически гражданин нашей страны, поскольку на момент референдума и присоединения Крыма он, значит, жил в Крыму, следовательно, с жителем России. Он не получал российский паспорт, но он на него выписан. Он объявил эту голодовку. Он не просит выпустить его внимания. Он просит выполнить других. И он многого добился. Я хочу сказать, что очень многие люди его поддержали. Посмотрите, как блестящие такие великие артисты, как Лея Меджабна Хиджакова, как Цыганков, как прекрасный исполнитель... Господи, боюсь соврать, сейчас сказать фамилию Яценко, по-моему, исполнитель главной роли в фильме «Аритмия». Читают рассказы и тексты Сенцова. Как много людей вмешалось. Вот в воспоминаниях, о которых я говорил, Генри Резника, он говорит, что за Даниэля Ясеневского подписались 719 человек. Тогда, в тяжелое время, когда и смертную казнь не отменили за измену Родины, к чему тянули во время судебного процесса над этим писателем, чьи руки все оказались опубликованы за рубежом. 719, у нас сейчас 200. Но каких? И этим можно гордиться. И давление общества по поводу... А давление общества по поводу Малобродского. А безусловное заступничество нашего народа за того же самого Юрия Дмитриева, историка. Никто не поверил в то, что ему шили вот эти люди, сопровождающие дело. У нас в стране, у нашего народа очень радует эта черта. Называется заступничество. Вот подойдите на улицу к любому человеку, и никто из тех, кто знает о деле Сенцова, не скажет, что так ему и надо. Никто не скажет. Проведите этот эксперимент. Я гарантирую вам это. И я очень рад, что сейчас уже начались переговоры Лаврова с Климкиным, Путина с Порошенко. И, конечно, мне дает определенные надежды, что в дело вмешалась Татьяна Николаевна Москалькова. Переговоры по обмену. Вмешалась Татьяна Николаевна Москалькова. Он не будет просить помилования. Но для помилования не обязательно признание вины. Это было доказано давно. И это может сделать президент. И это даст, конечно, гигантское другое развитие отношений России и мира. Я очень на это надеюсь. Я хочу, чтобы выжил Сенцов. Мы обратились, кстати, во всем за правом сделать с ним интервью, беседу. Я очень рассчитываю. Я очень рассчитываю. Мы обратились. Мы надеемся, что с его стороны не будет возражений. У нас есть такое предположение. Я пока не хотел бы в детали углубляться. Мы этого хотим. У нас две минуты остаются. Вопрос вам с сайта. Слушатели про Алексея Навального, у которого завтра, 14 числа, вроде бы, истекает срок его заключения под стражей. И спрашивают, посещали ли вы его в этот раз. Потому что в прошлое его отсидку вы к нему ходили как членов на Совет Прим-ВД. Да, на этот раз мы посоветовались с адвокатом Ольгой Михайловым. Она со своим доверителем. Алексей Анатольевич сказал, что у него все хорошо. Он сидит в привычных уже, к сожалению, для него условиях в СИЗО в дневниках. Мы договорились, что я съезжу в СИЗО на Симферопольском. На спецприемник. Я там был. В камере номер два. Поговорил с восьми людьми, которые там содержатся. У одного из них была проблема, что дома не кормленная собачка. Такой настоящий русский 15-суточник. Очень глубоко, мне симпатичный такой человек. Мы договорились с участковым, что его собаку там покормят. Сильных жалоб там нет. Там сидел, кстати говоря, и я с ним разговаривал. Там спрашивал, что и как нужно. Руслан Шафудинов, ведущий программы «Кактус» на ФБК. У него есть проблема, на самом деле. Я эту проблему уже рассказал в ГУВД Москвы и в общественном совете. Понимаете, в камере восемь человек, из них один не курящий. Это сложно. Суды, когда распределяют по камерам, должны это предполагать. Не до таких нюансов. Нет, если человек сидит 30 суток, и он попадает в курящую среду, это реальная угроза здоровья. Просто это должно быть. И последнее, вот у меня 15 секунд осталось. Да. Алеш, я что хочу сказать. Вот за последнее время уволили с ТНТ Нижневартовск, прекрасную журналистку, великолепное письмо написавшее за интервью Дождю. За интервью Дождю, где она сказала, что в детском саду песенки поют про дядю Вова. Уволили Ускова. Закрывается много газет. Я вот к Энедиктову, который она сейчас слушает, обращаюсь. Леш, давай создадим отдельно от Эхо и новой газеты редакцию запрещенных СМИ. Такой ненующий ковчег. Куда соберем всех уволенных, замечательных наших коллег, пострадавших от цензуры. Вот такой проект я предлагаю сделать новой газете совместно с Эхом. Замечательный состав получится. Спасибо. Дмитрий Муратов был сегодня ночью. Если вас уволят, Леша, я готов. Спасибо.